Девочки, всем огромный привет! Я начинаю новый влог, хотя по факту я даже не смонтировала. Сделайте еще, пожалуйста, прошлый влог, но ничего, мы это исправим. Сегодня у нас суббота, 29 июня, и мы едем сейчас в Иноземцево. Уже, я не знаю, сколько, ну года 4, наверное, там как открыли парк, говорят, очень красивый зеленый квартал называется. Местечко, я вам оттуда поснимаю, сама впервые посмотрю. Я знаю, что там очень зелено, очень красиво, но сама я там ни разу не была, ни я, ни муж не были. Вот поедем погулять и посмотреть, что да как там. Вот, встречает нас красиво. Здесь должно быть много разных зон, я на это надеюсь. Блин, прикольно. Роза, розы, кстати, очень вкусно пахнут. Блин, ну, по-видимому, мы приехали, когда здесь уже все отцветает. Можжевельник казацкий. О, вот так вот можно будет сейчас посмотреть все растения, деревья, здесь все подписано. И знать, что и что. Классно, классно, очень. Как настоящий кролик, посмотрите. Классно. А, здесь везде кролики, смотри. Мне кажется, вот здесь здесь и свадьбу красиво, да, вообще фоткаться. Супер так. Очень красиво. Я иду, у меня прям глаз радуется. Так красиво здесь все, мне понравилось. Аллея мечтателей. Ой, здесь мостик есть. И водоемчик, и пруд какой-то искусный. Ну, вот, кстати, единственное, прям аромат, мне говорили, что здесь так пахнет вкусно. Много что я вижу отцвело уже, особенно роза многие. Но, тем не менее, как здорово. Спасибо моему мужу, что он меня сюда привез. Почти все отсвело. Ой, вон еще кролики. Жалко, не настоящие. Было бы вообще здорово, если бы здесь по территории еще бегали бы. Действительно. Животные. Девочки, я сто лет мечтала покататься на печеньках. Просто это, я обожаю качели. Ой, такой кайф. У меня муж смеется, но я оболнею. Как детский. Все, мы пошли дальше гулять. Ранее услышала ресторан-терраса. А получается, надо зайти в парк, чтобы в него попасть. Интересная концепция. А, там детская какая-то тоже площадка. Китайские беседки. Какие. Классно. Улица Маковая. Столько разных. Конечно, ходи и изучай, сколько каких растений бывает. Салоники. В общем, мы здесь около, не, ну, меньше часа гуляем. Хотя вообще небольшой абсолютно этот парк. И вывод, к которому я пришла, что важно сюда попасть, когда непосредственно будут цвести розы. Тогда здесь будет вся красота. Красота. Да, вот в водоемочке там форель плавает. Мостик. Классно. Какая красота. Это что у нас, гибискус или нет? А, это пионы. Это пионы. Хотя вон гибискус, это, наверное, вот здесь вот эти, да. Скорее всего. Я вообще не разбираюсь. Классно. Красиво. И диета, диета, понимаете. Погуляли. И теперь диета у нас с мужем. Ого, три бургера ты брал? Четыре? Что это все? Так, девочки, сегодня уже воскресенье. Не удивляйтесь, да, я в той же самой мальчике. И на самом деле с утра поделала разные дела. В первую очередь я выспалась. И потом, пока нужно такой же организм, я пришла к профессию. И слушаю книгу. Кстати, сейчас я, наверное, буду в Телеграм выкладывать прям за месяц, что я прочитала и что могу порекомендовать, а что нет. Но в этом месяце я читаю поменьше, чем в мае. У меня всего 10. И вот сегодня я запью 11 книгу. Не так много. В мае у меня было 16 книг. И сейчас я слушаю книгу «Дома лужи». Такая очень неоднозначная. Мне подружка говорит, послушай, мне просто интересно твое время. Говорит, очень быстро ты ее прослушаешь. И ей она не очень понравилась. А мне прям нравится. Знаете, такое копание в истории жизни разных людей. Как кого, так скажем, потрепало и к чему все это привело. Ну, мне нравятся. Такие легкие книги. Я люблю слушать и читать. Как раз вот когда хожу. Ну, я вам рассказывала, в принципе. Вчера, кстати, мы очень классно, реально провели время. Я так благодарна мужу за сюрприз. За то, что он меня вывез в этот зеленый квартал. И единственное, очень жаль, что там все отсвело. А сегодня, вот я сейчас немножко посижу, потом муж освободится. И мы должны будем с работы забрать мою маму. И поедем в спортмастер. Мама, куча, его заказывала на Озоне. Ему нужны были вещи. Мне ничего не подошло. Она говорит, нет. У меня мама спортивный стиль всегда на улице. Она говорит, давайте съездим в спортмастер. Повезем маму, задам мужа тоже. Можно посмотреть что-то из вещей. Может, что-то прикупим. Очень надеюсь. Вчера, кстати, я все мучилась. И ходила по магазинам. У нас магазин галерея есть. Вернее, торговый центр. Я ищу все себе сумку. Но за счет того, что я не знала, какую я хочу. Светло-бежий, светло-серый, белый. Я не могла определиться, какой именно форме. Я знала, что я хочу что-то типа красбами. Но точно вот не знала. И в итоге я уже психанула. Плюс я хотела что-то очень недорогое. То есть с пониманием того, что возможно сегодня один сезон. И я вчера на Азоне заказала сумку себе совсем недорогую на распродаже перед Джонсом. Или как-то так называется фирма. Я сейчас не знаю, но это потому, что бюджетная. Я очень хочу себе сумку от Лес. Белорусского производителя. У меня у подружки есть она супер довольна. Но я начала читать отзывы. И просто у многих в последнее время браки, у многих светлую сумку. То есть по дизайну идеально. Если я не забуду, я вставлю картинку или просто оставлю ссылку в Телеграм. Я прям ее хочу. И она есть. Если в коже около 5 тысяч стоит, если натуральная кожа. Если эко-кожа, то она там выходит по цене 2 тысячи. То есть как бы недорого по дизайну то, что я хочу. Но я побоялась, что там проблемы с возвратом вроде как. Отзывы последние все чуть не очень. И то, что вот типа вот эта белая, у кого именно в гордам, быстро цвет меняет. Вот, может быть, черную потом все-таки сейчас закажу. Потому что там вся фишка в том, что бортики боковые, как бы, они из дерева сделаны. И очень она такая стильная. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд, и вкус. И сегодня мама мне присылает фотку. Я тебе купила сумочок черную. Честно, вообще не в моем вкусе. Блин, ну, как бы, я не хотела ее обидеть. Я сказала, ну, окей, спасибо. Ну, посмотрим. Жизнь мне больше понравится. Но это немножко не то, что мне хотелось бы. Короче, вчера тоже заказала себе еще на Яндекс Маркете. Я обожаю вот эти вот блюки, в которых я тоже вчера была. Я себе наподобие такие легкие летние, как палаццо, заказала серые. И к ним тоже маечку светло-серый. Вот. Вообще, конечно, второй день под летом, я плавно немножко иду через одно место. Потому что я вчера собиралась красить корни, делать маникюр, маникюр. Ну, коррекцию мне уже прям надо делать, а не просто маникюр. Плюс вот сегодня мама попросила, чтобы мы... Притом, не просто, понятно, она могла бы съездить на такси и так далее. Но она хотела, чтобы я помогла ей с выбором вещей, чтобы тоже со стороны посмотрела. Поэтому, не знаю, как приедем. Может быть, что-то одно я все-таки и успею сделать. Или маникюр, или педикюр. Хотя на следующей неделе у меня по работе довольно-таки расслабленная неделя. И, ну, по крайней мере, пока через неделю у меня там кошмар. У меня в день по два-три судебных заседания. Вот эта неделя такая будет передышка. Поэтому мы попали в три-четыре судебных заседания на неделю. Всего назначено. Мы с одним делом туда знакомиться на одну. Как бы если ничего нового не будет, то расслаблено. Короче, девочки, мы смотрим. Как вам моя шляпка? Мы были в Спортмастере. В итоге мы были в Фанэндэй. Глория Джинс, я так понимаю. В Спортмастере мы накупили кучу маме вещей. Вообще все такие классные. Много чего на скидках взяли. И Колумбию, и Пума, Дидас, что-то еще. Ну, короче, прям хорошо затарились. Мне перепала вот такая шляпка. Я померила. Всем так понравилось, как она мне. Я говорю, моря нет. Но шляпка будет. Ну, реально понравилась. Термит была на скидочке 600 рублей. Как бы недорого. И вот когда мы зашли в Фанэндэй, я впервые решила примерить джинсовые шорты. Я никогда в жизни их не носила. Блин, они как короткая юбка. У меня муж поехал маму отвезти. А мне надо было домой поскорее попасть. И я взяла шорты, я взяла джинсы, взяла себе майку. Мами там затарились тоже вещами. Один муж у меня. Но он сам не хотел. Ничего, ну это не надо. То не надо. Короче, ничего себе не взял. Ой, вот так вот на солнышке. Солнышко, солнышко. Я потом все померяю. Наверное, завтра уже и вам покажу. Может быть, вечером сегодня попозже. Но я довольна. Я надеюсь, что дома мне все понравится так же, как и там. Я взяла одни единственные... Нет, джинсы двое взяла. Одни шорты. И в итоге я их купила. Мне прям... Ну, я думаю, все. Это знак, что нужно на моречко. Вот, девочки, 12 ночи, вы понимаете? А я приготовила ребушки. Но они долго готовятся. Я в этот раз их не стала делать такими острыми. Только вытащила. Два с половиной часа готовились. Чуть-чуть больше нужно было глазури сделать, наверное. Но думаю, что завтра будет вкусно. Просто сегодня все пошло не по плану. С учетом магазинов, примерок и так далее. И того, как поздно вернулся мой муж, мы пошли просто покушали шашлычки в заведении. На Бродвейчике. Но так как уже было замариновано, я приготовила. Конечно, вкусно было бы сейчас прямо это есть. Но завтра. Так, девочки, я готова вам показать то, что я купила. Я уже выкладывала, кстати, в Телеграм. Там обычно вы узнаете все быстрее. Я вчера первое, что взяла, я вам уже показывала вот эту вот шляпку термит. Мне она безумно просто нравится. Потом мы с мамой зашли после спортмастера в фандей. Я так, по-моему, так называется магазин. Я так понимаю, что это Gloria Jeans. Там все очень бюджетно. Но по качеству есть и отвратительные вещи, а есть что-то очень даже ничего. Я никогда в жизни не носила шорты. Никогда. Вы верите? Я просто взяла вот первые шорты примерить. И мне они понравились. Я сначала взяла вообще другой размер. Я просто вам показываю, какая посадка. Я в итоге несколько раз меняла размер и поняла, что... Ну, по итогу я взяла 46-й. Мне понравилось, как они смотрятся. Ну, в принципе, то есть я в них как бы не особо прям какая-то полная. Сзади вот так вот они выглядят. И они, ну, как короткая юбка, которую я уже не ношу несколько лет почему-то. Хотя раньше только короткая все и носила. Потом взяла вот такую маечку. Шорты были на распродаже. Они были 1200, по-моему. Майка была 600 рублей. Ну, то есть вообще бюджетно. Притом стопроцентный хлопок. И мне прям понравилась ее расцветка. Потом, сейчас я вам покажу. Я сегодня забрала вот такую сумочку Сазон. Ей надо... Ручка была вся сложена. Ну, конечно, нужно подвыпрямиться. Это сумка Дэвид Джонс. По-моему, написано души, не чаю. Бюджетная тоже. Что-то она стоила, по-моему, 1300. Ну, что-то... Что-то в этом роде. И, в принципе, мне нравится цвет. Я хотела что-то светло-бежевое. Внутри... Ну, здесь, по сути, одно отделение. Потом вам чуть поближе покажу. Ну, в принципе, я думаю, что вот так вот выйти на прогулочку. Особенно, если бы это было еще на пляже. Ой, сейчас, девочки, еще одну сумку взяла. Ну, вернее, эту сумочку уже подарила мне мама. Я бы сама себе, если честно, такую вряд ли купила бы. Но ничего так. По мне тоже она прям большая. Давайте я вам покажу сумки. То есть здесь куча отделений. Черная сумочка обычная. Здесь куча-куча отделений. Я говорю, не совсем то, что мне хотелось бы, но нормально. И вот эта сумочка. Вот она мне, кстати, понравилась. Передается, я смотрю, таким серым каким-то цветом на камере. Она в жизни, она в жизни, сейчас попытаюсь словить. Нет, не ловит камера. Она более такого бежевого. Она прям беж-беж, а почему-то передается каким-то светло-светло-серым. Вот так вот. Хотя здесь, по-моему, по типу двух отделений. Ну да, есть еще кармашек на молнии. И сзади есть кармашек. И можно отрегулировать ремешок по длине. Ну, в общем-то, нормально. И сейчас хочу еще... Я еще взяла джинсы себе. Сейчас тоже их примерю и покажу вам. Ну, шорты мне прям нравятся. Вот честно. Я вот так вот буду ходить гулять. Босоножечки, шляпка, когда солнце. И просто отлично. И, девчонки, вот такие джинсы. Тоже вот парадоксально. У меня никогда в жизни не было и светлой джинсы. Ничего. Вот здесь вот кажется, что как-то, да, немножко будто подсминается. Но по факту... Да нет, нормально. Все. Мне они тоже понравились. Они такие укороченные. У них завышенная талия. И очень комфортные, удобные. Они на распродаже были 1500 рублей. Вот такая светлая джинса. Сейчас, кстати, в этом магазине вот у них идет там какая-то акция. Получается, вчера вот на 8000 купили. И 8000 бонусов должно будет прийти. Эти бонусы можно будет потом потратить до 30% с конца, по-моему, июля до середины августа. Ну, что-то такое. Не буду привирать. И что залезть и посмотрите. Вот тоже вот так вот сумочку перекинула. Ну, я просто показываю майку. Так понятно, какой с белой вообще или бежевой будет как-нибудь, мне кажется, вообще классно. И побежала на прогулку в парк читать, гулять. Почему? Нет. Я довольна. Я всеми покупками довольна. И довольна тем, что это такие необычные для меня вещи. И я как-то вот последнее время, вы знаете, полностью в таком гардеробе рабочим назову так. Но помимо того, что я адвокат, еще существует моя жизнь обычная. Где мне хочется выглядеть как-то вот так вот просто налегке, casual и так далее. В общем, в принципе, мне все нравится. Напишите в комментариях, как вам, что вам понравилось или не понравилось. Я все всегда читаю и отвечаю. Ой, девочки, у меня такое чудесное настроение. Я вам передать не могу. Хотя сегодня с утра я уже была в суде. И, господи, дело вообще. Из честного яйца выеденного не стоит. А столько уже длится. У меня теперь, так скажем, последняя, наверное, мечта на этот год. Я рада, что я где-то гардероб обновила, еще что-то. Я надеюсь... Нет, я не надеюсь. Я точно это сделаю. Я должна себе пообещать, что осенью, зимой я займусь своим лицом. Я выведу вот эти все ужасные пигментные пятна. Вы же видите, это видно. То есть огромные пятна. Здесь, здесь. Я хочу все это убрать. Я хочу быть довольна собой. Я, кстати, сейчас нормально питаюсь. Я скинула пару килограмм. Это, конечно, очень мало. Но, тем не менее, я уже более как-то себя уверенно чувствую. Потому что мне это нравится. И такое прям хорошее сразу настроение. Кстати, девочки, я так переживаю. Этот влог выйдет по-любому до того, как наступит день ГИКС. У меня будет... Мне выдали в поликлинике талон. Я стояла в очереди на гастроскопию. Я очень боюсь. Просто я делала в лет, наверное, 15-16. Ее один раз в жизни и все. Проверяла желудок. Я так переживаю. Мне мама говорит, да не бойся, там тоненький шланг. Ничего страшного. А у меня вот эта сама мысль, что какой-то шланг будут мне там через глотку проталкивать. Мне кажется, я задохну. Что-то еще случится. В общем, я просто в то же время сначала думала сделать это с наркозом. Но я очень боюсь наркоза. Плюс, я не знаю, правда это или нет. Я сама ничего не читала по поводу того, что наркоз там отнимает сколько-то времени жизни. Мне не хочется этого тоже, естественно. Но я очень переживаю. Я понимаю, что это 5-7 минут. Наверное, это все терпимо. Но у меня постоянно забивается нос. Я боюсь, что я не смогу дышать. То есть я так волнуюсь. Мне еще больше... Нет, не больше. Мне неделя. Мне неделя до этого осталось. Но я прям переживаю. Ну, желудок проверить надо. Как говорится, когда сам себе мастер. Сделала себе педикюр. Хотела желтую, а у меня, кажется, желтого лака нет. Но зато маникюр желтый. Прям маникюром я довольна. Сейчас все уберу. Блин, пол седьмого вечера. Я устала. Я прилегла. Я хотела еще корни покрасить. Но not today, как говорится, не сегодня это точно будет. Потому что прям что-то все. Пока я сделала педикюр. Пока я сделала маникюр. Потом пока сделала коррекцию. Ну, и того у меня ушло 4 часа. Ну, да. А я еще не ела. Пойду сейчас покушаю. Чуть-чуть надо дома прибрать. Ну, по мелочи. Так я ежедневно что-то по дому делаю. И, блин, хотелось бы еще выйти прогуляться. Но, наверное, нет. Наконец-таки, да, девочки, я сделала себе тарелку просто салата. Хотя, по сути, у меня один огурец, две редиски. Просто чуть ли не пополам порезала. Я всегда себе очень крупно нарезаю. Когда я салат делаю на двоих, ну, чтобы муж кушал, то я все нормально режу. Себе я не люблю все вот так вот крупно. Помидор, перец, кунжутные семечки, лучка чуть-чуть. Вот вчера я показывала ребрышки, делала себе буквально два ребрышка и свинину. В принципе, не очень люблю, поэтому, ну, так, чтобы было мясо. А так, в основном, это, конечно, салат. Так, девочки, надеюсь, что я не задохнусь, потому что я закрыла окно для того, чтобы не было шумно. Сегодня у нас, что у нас, вторник получается? Ну да, сегодня вторник. Я так и не поняла, для чего мне терапевт сказала, чтобы я обязательно забрала талончик. Я поехала забрать талон, и на восьмое число, я вам говорила, на гастроскопии, то есть обычный талон, ничего такого. Я могла забрать, зайти утром восьмого числа в поликлинику, забрать, потом пойти в больницу, в которой мне нужно проходить данную процедуру. Ну да ладно, потратила два часа времени, у нас сегодня, знаете, такая погода переменчивая, сейчас сколько? Сейчас полтретьего, но с утра был дождь, я вот это с зонтом потащилась, два часа потратила на дорогу, ну, в общем. А сейчас я перед домом зашла в озон и забрала, смотрю, свои посылочки. Я что-то засомневалась, что я обычно беру этот гель-фиксатор от Люкс Визаж, потому что сейчас у меня Вивьен Сабо, мне он категорически просто не нравится. Я думаю, что я его выкину и потом покажу в пустых баночках, сейчас, кстати, будут пустые баночки. Я решила, да, все переместить во влоге. Блин, это не этот! Ладно, посмотрю, как будет себя этот гель вести, но это я взяла не тот, да, не который я обычно беру, это броу-фиксинг, а какой тот я беру? Ну, Люкс Визаж мой любимый. Ну, я просто вижу, что здесь, вот видите, такая маленькая совсем кисточка, а в моем любимом она прям большая, широкая. И мне нравится то, что этот гель, ну, вот этот, я не знаю, это, наверное, не тот, я потом вам расскажу, что вот мой любимый гель от Люкс Визаж, он бровки фиксирует хорошо, и самое главное, что он их не склеил, ну, как бы, нет вот этого, что он склеил, а потом, знаете, когда гель осыпается, таким, как соль крошится, как будто бы на бровях, но некрасиво это все выглядит, а вот тот классный. И я повторила, надеюсь, что хотя бы тушь я заказала ту самую, три месяца я пользуюсь, только, да, ее взяла, тушью от Seven Days, это капсул B-Color Professional, капсульная тушь, экстремальный, как она правильно называется, суперстойкая, черная, 0.4. Я в Телеграме, как обычно, оставлю на все под видео ссылочки, девочки, мне так понравилась эта тушь, самое главное, что про нее нужно знать, что она термостойкая, когда влажность, когда идет дождь, когда вообще не важно, что происходит, она не осыпается, она отлично держится на глазах, она их хорошо прокрашивает. Сейчас у меня тоже эта тушь, но она уже у меня просто закончилась, и там остатки роскоши. У нее хорошая, такая, сейчас я вам открою, силиконовая щеточка, которая реально удлиняет, отлично наслаивается эта тушь, но, соответственно, раз она термостойкая, то, как чулочки, она смывается пальчиками просто. Ну и мицелляркой, кстати, она отлично тоже смывается, гидрофильное масло, нет, ее не берет. Мне нравится и упаковка такая классная в таком цвете, вот такая у нее кисточка, вот реально классная. Ровно на три месяца ежедневного использования мне ее хватило, стоит она рублей 400, магнит-косметик тоже продается, но я взяла на зону. Давайте про пустые баночки, потому что не хочу я, так, мне надо отделить, а то выкину еще свои новиночки вместе с пустыми баночками. Девочки, ну первое бытовое, это я вам говорила, говорю и буду говорить, тессари, наверное, так правильно читается, это у меня кондиционер для белья, и это конкретно аромат византия. Мне он чуть меньше понравился, чем который у меня был до этого, но он такой пудровый, он сладенький, он приятный, этот аромат остается на вещах, хотя у меня не самая лучшая стиралка, и уже довольно-таки она старенькая, но вот этот кондиционер, он просто суперский, просто хотя бы один раз. Вот рублей за 400, если увидите, берите, ну как бы это будет нормальная цена, так, конечно, они дороговаты. Вот, потом это то, что я расхламляю, выкидываю, у меня оксиданты, которых я построила, сначала думала, ой, нужно подружкам предложить, может кому нужно, потом увидела, что здесь сроки прошли, потому что у меня краска Оли на Professional Enjoy, и окислитель там идет свой, на 8% я крашу, поэтому как бы эти окислители мне не нужны, другой у меня 6% Concept Club, ну вот здесь, кстати, до 2025 года, но я не помню, когда я вскрыла, а скрыла я однозначно больше года назад, а больше как бы хранить не стоит, поэтому они у меня, чтобы вы понимали, практически полные, ну может быть один раз я вот этот использовала, и может быть один раз этот, я случайно включила отслеживание на штативе, и немножечко у нас с вами дергается камера, простите меня за это, потом из того, что я еще выкидываю, я еще, по-моему, в пандемию покупала зачем-то на Алиэкспресс вот такие отбеливающие полоски, я ни одной полосочкой не воспользовалась, девочки, просто новая упаковочка, и я не знаю, о чем я думала, если честно, но я такое даже боюсь с Алиэкспресс, что-то непонятное было, очень бюджетное, я даже не буду пытаться, ну а тем более уже наверняка прошел срок, хотя я помню, были очень классные отзывы, я думаю, попробуем, но, конечно, нет, здоровье это не то, чем стоит рисковать, в 2023 году срок вышел, но я помню, что я в пандемию покупала, или в 2020 году, ну что-то такое, так, дальше, что у меня закончилось, вот такой вот гель для душа от Синергетик, крем-гель для душа манговый мусс, ну, крем-гель это не назвать, кремового здесь нет ничего, это реально просто гель для душа, да, с приятной, очень-очень нежной манговой отдушкой, натуральной такой, но за ту стоимость, вот как полностью стоит, здесь 380 мл, магнит-косметик я брала, ну, как бы этот гель того не стоит, это самый обычный гель, после на теле не остается вообще никакого аромата, ну, то есть, как бы абсолютно ничего реально особенного, потом вот такой вот, я люблю Дионику, я периодически у них что-то покупаю, и у меня неоднократно были их гели, и сейчас закончилось вот такое нежное прикосновение к китайской фиалкой, китайский жасмин, отдушка тоже нежная, вот это крем-гель, здесь реально он такой кремовый, ну, тоже как бы ничего особенного, просто я брала на скидках, в один момент, я помню, я закупилась, то ли на Азоне, то ли на Яндекс.Маркете, ну, вот все, мои запасы уже закончились, как бы нормальный гель, но тоже никакой отдушки на теле не остается. Далее, от Аравии вот такая вот сыворотка с лифтинг-комплексом, честно, девочки, вот я ее не поняла, во-первых, дозатор у меня где-то на половине тюбика перестал работать, мне приходилось вот это все дело откручивать, наливать на руку, она довольно-таки липкая на лице, вот эта сыворотка, я не заметила никакого от нее эффекта, вообще никакого, то есть, да, я ей пользовалась, но, может, я чего-то не понимаю, липкая она, по-видимому, потому что на втором месте здесь сыворотка, господи, забыла, как правильно называется, ну, эссенция вот эта, господи, со слизью от улитки, представляете, я забыла, муцин, вот, и, может быть, поэтому она липкая, но, правда, то есть, что-то она там подтягивает, да нет, что-то делает, как-то увлажняет, питает, тоже не заметила, она липкая и, да, немножко она как будто бы стягивала лицо, может быть, это и есть эффект лифтинга, подтяжки, но по эффекту ничего не заметила, конечно, эту сыворотку я больше не возьму, из того, что выбрасываю, я периодически расхламляю, смотрю, что у меня есть, что там со сроками годности, вот, это, кстати, было очень классно, у кого есть доступ к iHerb, вот, если это еще продается, органика, урокация, масло с шиповником, вот это масло очень хорошее было, я делала, наносила вот это масло и гуаша массаж делала, когда не ленилась, масло реально хорошее, но все, вышел срок годности, поэтому, конечно, я им пользоваться уже не буду, потом вот такая маска янтарная, кто живет в Калининграде, либо там будет, присмотритесь вот к этим масочкам, они продаются там, может быть, они и Амберика, может быть, они где-то еще, успокаивающий состав маски Амберика для чувствительной кожи, эффективно снимает признаки стресса, устранит покраснение, раздражение, короче, это такой порошочек, который вы разводите с водой, наносите на кожу, подсыхает, и потом, как такие мелкие-мелкие песочек, абсолютно не травмирующий кожу, очень хорошо, как бы, уберет шелушения какие-то, после, там, постакны и так далее, как бы масочка хорошая, приятная, мне очень понравилось, мне подружка в подарок привозила, вот я ее добила, что-то наподобие био-бьюти, био-бьюти я очень любила, я много чего попробовала у них, это биомаска осветляющая номер 8, раза три я ее повторяла, в тот же смысл, здесь, ну, у меня ничего не осталось, здесь порошочек, который также, как вот такой мелкий-мелкий песочек, разводите теплой водичкой, наносите на лицо, поджидаете, пока чуть подсохнет, но лучше сбрызгивать, не давать полностью, когда у меня была не такая сильная пигментация, как сейчас, ну, вот я пользовалась в основном в холодное время года, реально, если постоянно пользоваться, осветляет, плюс потом еще, когда смываете, получается такой отшелушивающий тоже эффект, как такое скрабирование деликатное, да, как говорят, и маска мне это нравилось, вообще био-бьюти мне реально продукты нравится, выбрасываю от Vivienne само собой, просто не могу уже, вот честно, этим я пользоваться, вообще не поняла, вот этот восстанавливающий бальзам для губ, после него губы жутко сохнут, наоборот, ну, вот у меня, по крайней мере, так он абсолютно прозрачный, здесь вот такой вот носик и прозрачный гель, после которой я его хранила и в холодильнике пыталась, и так он просто вот растекается каким-то маслом и высыхает, и у меня губы просто какая-то сахара на губах, они потом шелушатся, ну, то есть я не поняла прикола. По поводу туши, до того, как вот я стала пользоваться тушью от Becolor, которую я вам сейчас показывала в покупочках, я всегда, моя любимица, это от Luxe Visage XXL, супер объем, эффект накладных ресниц, эта тушь реально классная, здесь обалденная щеточка, она тоже супер наслаивается, я ей, ну, чтобы не соврать, лет 10 точно пользуюсь, то есть это вот одна из самых моих любимых тушей, она так и остается, но вот впервые что-то, что я попробовала и мне понравилось не меньше, это вот Becolor, и вот эта тушь вместе я всегда с Evelyn сыворотками пользовалась, у меня была вот такая активная сыворотка восстанавливающая, ну, то есть для я использовала как праймер, это беленькая вот такая тушь, вы ее наносите, потом сверху тоже получается такой вау-эффект, да, это классно, но в жару у меня, например, вот здесь вот как-то все потеет, и получается, что отпечатывается все равно, в жару отпечатывается тушь, поэтому для меня вот Becolor это выход, но зимой я вот к таким комбо вернусь, потому что и тушь, и сыворотки Evelyn, у меня еще SOS-сыворотка, вот сейчас она у меня есть, одна из самых любимых, это очень классные такие штуки, потом, это у меня от L'Oreal, блеск для губ, был крем, я не знаю, это серия или оттенок, наверное, а, нет, наверное, серия, в общем, 103 оттеночек, я использовала немножко с таким ментоловым привкусом, вот такая здесь интересная кисточка, я использовала просто как бальзам для губ, вот я начинаю краситься, сначала на губы наношу всегда какой-нибудь бальзам, блеск или что-нибудь такое, потом делаю макияж, чтобы до того, как я начну красить губы, потому что сейчас я пользуюсь в основном карандашами, ну это вот я пришла, сейчас блеск нанесла, а так я обычно наношу карандаш без ничего сейчас, чтобы ветрено, потому что очень часто бывает, чтобы вот это все по волосу не цепляли, и по лицу не разносилась у меня, и не выпачкалась я, приятный, но в белую полосочку не скатывается, но выбеливает губы, поэтому вот просто так, без карандаша или просто нанести я не пользовалась, далее у меня закончилась вот такая вот тушь коллаген, это enough коллаген, и, кстати, ой, тушь, господи, пудра, девочки, простите, пудра, у меня она была в 13 оттенке, здесь есть SPF 25, она продается таким образом, что идет, получается, вот эта пудра и еще запасной блочок пудры, ну как бы стоит бюджетно, а хватает очень надолго, я сразу вам говорю, здесь есть зеркало, я почему не покупаю сейчас запасные, потому что, ну, у меня сломался сам футляр вот этот от пудры, поэтому, если я и повторю, то просто-напросто куплю потом у меня заново всю вот эту пудру, она плотная, она очень хорошо все перекрывает, в то же время она долго, у меня кожа комбинированная, вот когда наносишь ее, долго не появляется вот этот жирный блеск на лице, но в то же время она не смотрится какой-то маской, пудра очень достойная, очень хорошая, для девочек, кто не пользуется тональными основами, я думаю, что она прям вообще бы зашла, потому что, ну, как бы у нее такой хороший матирующий эффект, и перекрывает она тоже неплохо. Чего-то я перестала, девочки, пользоваться особо масками тканевыми, а надо бы, потому что буквально за два месяца я понимаю, что я использовала всего две маски, первая, это я все пытаюсь добить, закончить, маски, которые мне особо не нравятся, NSC, это оксидантная, они все одинаковые, какую ни возьми, я вообще разницы между ними не вижу, но неудобная для меня лекала, слишком оно как-то на мое лицо большое получается, это лекала, плюс, ну, да, я вытаскиваю с холодильника, такой охлаждающий эффект, и все, и ничего, больше эти маски особо не делают. Вот маски от James Solution я просто обожаю. Так, камера, давай ты не будешь баловаться и будешь смотреть просто на меня, остановись, пожалуйста, просто уже везде покрутилась, везде посмотрела. Это вот такая вот маска от James Solution, непосредственно Voto Luminous, ну, короче, это супер увлажняющая маска. Я хочу взять себе набор масок, это корейская маска, взять набор, на Азоне видела, что где-то 10-12 масок можно взять, около там 800 тысяч рублей, это хорошая за них цена, потому что здесь невероятно много самой пропитки, здесь удобная лекала, здесь этой пропитки потом хватает еще на шею, на руки, везде, где угодно нанести, и после этой маски реально виден эффект, не хочется ни крем наносить, ничего, потому что я их разные пробовала, у меня были они разные, и это вот, когда я хочу что-то такое особенное, я достаю, вот у меня последняя осталась маска от James Solution, я достаю ее, очень-очень мне нравится. Ну, это у меня были пробнички, меня ложили в подарок, это фирма Сен Эйни Вима, у меня был шампунь для окрашенных волос, и восстанавливающая липидная маска, девочки, ничего особенного, пострела они, ну, такие выше среднего по цене у этой фирмы расценки, но вообще, то есть у меня быстро загрязнились волосы, маска какая-то самая-самая простая, мой кондиционер от Бионики для волос, бальзам, вернее, гораздо лучше, ну, в общем, как-то так. Все, сейчас я подумаю, буду, вообще, блин, я сегодня завтракала, я бутербродик, один холебец и красную икру, сейчас, так как я мало ем мясо, мне не хочется, я стараюсь хоть чем-то как-то восполнять это все, я по утрам вот стараюсь есть один хотя бы бутербродик с красной икрой, хотя икру я особо не люблю, но вот какие-то такие полезные жиры, надеюсь, хотя бы у меня будут, и сейчас вот я подумаю, то ли все-таки мне нужно в 5-й касационный суд ознакомиться с делом, сходить, но погода непонятная, вот я думаю, то ли я уже останусь все-таки дома и вебинар буду смотреть по семейке, там интересно был вебинар, ну, там 6 часов, вот как раз, если весь, так скажем, день свой этим занять, либо все-таки сходить в касацию, я подумаю, и мне нужно сегодня обязательно, вот вчера я сделала маникюр-педикюр, сегодня мне нужно обязательно покрасить корни, потому что, ой, столько, ну на камере так не видно, ну так много седых волос, девочки, просто это какой-то кошмар, если честно, и хотела записаться сегодня на стриж, вернее не сегодня, а хотела вообще записаться, может быть, на этой неделе, чтобы подстричься, но по итогу что-то я подумала, наверное, все-таки я сначала точно покрашусь, записаться будет не так уж сложно, и уже подумаю, потому что кончики, конечно, волосы довольно-таки быстро растут, но вот кончики у меня прям что-то суховаты, их нужно сантиметров, ну хотя бы 3, может быть, 5 подстричь, ну и челка очень у меня отросла, то есть я вот так вот где-то стригла, а стриглась я в конце апреля, если не ошибаюсь, ну вот так вот, ладно, все, займусь, займусь чем-нибудь. Девочки, ничего я не снимала, сегодня среда, 3 июля, день пролетел, сейчас 9 часов вечера, я умылась и делаю себе маску, я вам показывала в прошлом влоге, в покупках маски от пропеллер, набор, и это вулканическая маска, очень классная, я ее только буквально нанесла, она от прыщей, и она действительно хорошо подсушивает, все, у меня есть парочка воспалений, и как раз я нанесла, чтобы их убрать. Сегодня, кстати, красила утром волосы, и у меня вот здесь вот все от краски еще осталось, завтра буду перемывать волосы, у нас такой жуткий ветер, уже неделю просто выходишь вот так на голове, но я, честно, сейчас особо и не причесана, пока умывалась, туда-сюда до этого кушать готовила. Я сегодня так обрадовалась, блин, поставила кукурузу варить, и, по-видимому, чуть-чуть проливается, сейчас нужно убавить огня, хотела сказать, телефон на зарядке. Я сегодня так обрадовалась тому факту, что у меня было одно дело в работе по несовершеннолетним, ну, в общем, там такая сложная довольно-таки история, и я была на этапе следствия, и не знала, попаду или нет, и я к своему подзащитному, именно когда уже будет судебное разбирательство, ну, потому что обычно, да, в первую очередь звонят адвокату, который участвовал на следствии, и, ну, чтобы не прерывать, так скажем, защиту, именно с тем адвокатом, с которым она уже начиналась, звонят и спрашивают, может ли адвокат участвовать на этапе судебного разбирательства или нет, и говорят дату, на которую уже назначено дело в суде. И так совпало, просто единственный день, через две недели, когда у меня нет еще запланированных несудебных заседаний, ну, ничего, в общем, нет, и на этот день назначили, я сказала, что да, я буду продолжать защищать своего мальчика, вот, поэтому будем готовиться, я очень-очень надеюсь, что данное дело у меня получится прекратить, и у моего подзащитного не будет судимости, и все-таки молодой, вся жизнь впереди, и как бы у них между собой там все хорошо, вот, так что прям надеюсь на это. В общем, такие дела, сегодня было тоже в касации, ознакомилась с делом, ну, оно там будет на 11 июля, дело по наркотикам, ознакомилась с этим делом, и знаете, последнее, вчера Оля приходила в гости, с подружкой посидели, и как-то вот дни пролетают, я просто не успеваю оглянуться, ой, сейчас посмотрела в сторону ванной, вспомнила, что у меня еще вещи стирались, и стиралка не работает, значит, все, надо еще белье развесить, еще надо погладить, в общем, дни пролетают со скоростью света, у меня как-то все, знаете, так проходит, выбежала по работе, там суд или еще куда-то по делам, прибежала, сегодня разбиралась, кстати, я на почте, сейчас расскажу, в общем, прибежала домой, что-то сделала по дому, потом опять куда-то побежала по работе, потом прибежала домой поработать, потом опять какие-то домашние дела, и просто вот так вот, ну, если честно, получается, как белка в колесе. И завтра у меня вообще выходной, потому что отменился Черкесск, мы не едем в Черкесск, и я планирую половину дня реально отдыхать, читать, ничего не делать, ну, а вторую половину дня я уже приду домой, буду работать, как раз готовиться к судебным заседаниям, готовить письменные разные ходатайства, запросы и так далее. И по поводу почты, это просто, девочки, с этим абонентским ящиком, я не знаю, вот если у кого-то есть абонентский ящик, напишите, у вас возникали проблемы или нет, чтобы вы понимали, вот я как 1 марта заключила соглашение на аренду абонентского ящика, вот с тех пор уже, сколько месяцев, у меня проблемы, проблемы, мне не приходят письма, сегодня в очередной раз, то есть я знаю на 100%, что 4 письма мне должны прийти, потому что я видела у, ну, в общем, там, получается, у своего доверителя, то есть я видела, что суд мне направил в его копии то, что он получил, видела в другом деле, что мне направлено именно, то есть вот на абонентский ящик, все как бы не по другому какому-то адресу, я прихожу на почту, открываю абонентский ящик, извещений никаких нет, иду к оператору, она смотрит, говорит, нет, для вас ничего нет, я говорю, давайте по фамилии, а не по абонентскому ящику, смотрит, нет, мы смотрим по абонентскому, я говорю, посмотрите по фамилии, она начинает смотреть, находит 2 письма, другие, а, ну да, вам были, но они отправлены уже обратно, срок хранения истек, а то, что я в неделю по 2 раза хожу на почту, вот так вот стою в очереди, потому что именно вот в это отделение, где, типа, как выдача посылок, и именно там я могу только забрать заказные письма, туда нельзя заранее взять талончик по времени, то есть прийти, там нет окошечек, ну, то есть вот куда берется талончик, как в обычном, где письма отправляются, это такой бред, то есть я теряю кучу вечного времени, потому что там постоянно отправляют отправляют вот эти все посылки, при том, что я специально выбирала главпочту, основное почтовое отделение, главное, да, почтовое отделение в Пятигорске, чтобы наоборот, я думала, ну, как бы было все четко, хорошо, и в итоге я не знаю, что мне делать, то ли все-таки указывать мне не хотелось, ну, как бы, если кто-то не понимает, почему так, я не хотела указывать свой домашний адрес, ну, как бы, зачем мне, чтобы видели абсолютно все, начиная суда, следствие, и заканчивая теми же моими подзащитными, чтобы видели мой адрес проживания, естественно, в целях некой безопасности и конфиденциальности мне хотелось это все сохранить, и, как бы, тоже встает вопрос, ну, не надо же мне из-за этого, чтобы получать корреспонденцию нормально, снимать офис, я не хочу арендовать офис, у меня нет никакой пока в этом необходимости, я отлично работаю дома со своими подзащитными, я всегда где-то пересекаюсь, могу в кафешке, там еще где-то, ну, то есть никаких проблем нет, и у меня нет необходимости платить деньги за офис, я специально меняла адвокатское образование, в том числе из-за того, чтобы сократить свои расходы, потому что, ну, как бы, ненужные мне расходы, ну, короче, я такая вся расстроена, я прям уже устала от этого всего, вот, если честно, от всех этих перипетий с почты, это просто какой-то ужас, вот, в общем, завтра надеюсь, что как-то немножечко свои нервы подуспокоить, сейчас допью железо, вот, допиваю уже железо, и буду пить магний, B6, ну, в общем, для того, чтобы быть как раз спокойнее, потому что, как правильно мне как-то кто-то в комментариях написал, что ужас, какая нервная работа, да, работа нерв, то есть, помимо того, что работа у меня нервная, так еще и вот сопутствующие какие-то вещи, за которых я вообще, по идее, не должна нервничать, не должна париться, вот так вот все происходит, ну, как-то, как-то так, девочки, ну, что делать, ладно. Кстати, мне вчера, я перескакиваю с темы на тему, я вчера, я заказывала на Яндексе, на Яндекс.Маркете несколько себе позиций вещей, ну, больше такой рабочий гардероб, скажем так, ну, хотя это не совсем очевидно, но там тоже брюки палацу летние, в темно-таком сером цвете, вот жду, когда придет маечка, которую я специально заказала под эти брюки, и решу уже точно все вместе потом померяю, решу как бы оставлять, не оставлять, но, скорее всего, склоняюсь к тому, что оставлю, наподобие моих коричневых штанов, которые я вам показывала тоже палацу, ну, как бы классно. А завтра, надеюсь, что я буду рассекать в шортах, и очень хочется выйти, наконец-таки, в своих шортиках, мне никуда не нужно будет больше, поэтому, ну, посмотрю. Ладно, минутах 10-15 еще с масочкой посижу, ее, по-моему, 10-20 минут надо держать, да, 10-20 минут, ну, минут 10 еще посижу, 10, я уже почти с вами болтаю, и буду ее смывать, и промиксит, кстати, я вам чуть попозже, я в прошлом влоге не резюмировала, не сказала о своих впечатлениях, но, вот, я пользуюсь сейчас каждый день, мне сыворотка нравится, мне тоник нравится, маски я с вами, в принципе, тестировала в прошлом влоге, и расскажу еще по поводу крема для лица, я его в итоге не использую, как крем для лица, я его использую полностью на шею, на зону декольте, и вот для этих целей мне он очень нравится, но потом я все баночки возьму, и уже так вам подробнее расскажу. Ой, девочки, сегодня четверг, как я говорила, я устроилась в выходной день, у нас сегодня плюс 40, и я вышла в шортиках, в манечках, в шалятках, в очках, ну, в общем, посидела немножко в кофей, попила лимонадик, а сейчас иду в другой парк, вернее, и пойду, посижу там еще, почитаю, пойду, наверное, на обед, схожу домой, и, ну, посмотрю, либо как раз пока будет самая жара, я поработаю, а потом вечером еще выйду, ой, ну, людей мало, нормальные люди не выходят в такую жару прогуляться, как я, но я иду так, как от скверика, от скверика к скверику, от кофейни к кофейни, у меня все настроения прям чудесные, так хадо. Девочки, уже вечер, сейчас 8 вечера, я готовить буду ужин, сделала себе масочку, сейчас у нас жара плюс 40, поэтому, конечно, особенно, когда красишься, и лицо потеет, и плюс SPF, и все это, как бы, наслаивается, я стараюсь сейчас каждый вечер делать какую-нибудь очищающую маску, сейчас у меня тоже пропеллер маска, но вот третья из их серии, где идет как скраб, то есть потом буду смывать, здесь такие мелкие скрабирующие есть частички, и потом, наверное, сделаю еще какую-нибудь увлажняющую масочку, вот, так что пью лимонадик, я пью невероятно много чистой воды, плюс я себе делаю вот сироп ричезо, плюс нарзан, ну, вернее, не нарзан, а газированную водичку, просто то, что нужно, и ем сейчас в основном, ну, в большей степени, если честно, это салат, вот, я в день один раз делаю себе прям чашку салата, там, перец болгарский, помидорчик, огурчик, редиска, зелень, ну, вот, что-нибудь такое, кунжутные семечки с маслом расторопшено, я вам показывала, в принципе, и, ну, вот, что-то мясное, и то, если честно, из-за такой жары просто не лезет, мне кажется, что я огромное количество калорий, килокалорий набираю именно из-за вот этих лимонадов, потому что, естественно, здесь есть сахар, есть калории, и, или когда пью, я обязательно сейчас, я же вообще кофе пью только, ну, вот сейчас получается только летом, обычно я кофе не пью, я пью цикорий дома, а сейчас дома я с утра, как правило, ничего не пью, вот у меня традиция пойти в кофейню, если с утра суп, то сначала иду в суп, после суда захожу в кофейню, беру себе капучино горячий, какая ни была бы жаришка, я прочешу мне сделать погорячее, ну, не знаю, естественно, это молоко и так далее. Ладно, буду готовить, скорее всего, с вами, мы встретимся уже завтра. А, кстати, вы представляете, я же подавала документы на загранпаспорт, и я тут сетовала на то, то, что до сих пор он не готов. Ну, хотя, да, не прошло месяц, но просто девочка, подружка, она на неделю позже, чем я подавалась, и у нее уже был готов загран. И сейчас, то есть у меня никаких уведомлений, ничего не было на почте. Я захожу вообще по другому поводу на госуслуги, и решила зайти в свое заявление на, то, что я подавалась на загранпаспорт, и смотрю, оказывается, еще неделю назад, 26 июня, висит, что он готов к выдаче, но никаких уведомлений не было, я не знала. Хотела взять себе талончик через госуслуги, чтобы записаться на прием, но аж через две недели, думаю, нет, пойду здесь рядышком со мной, пойду в само ведомство, там стояли терминалы, возьму себе талончик, и пройду, заберу свой загранпаспорт. Вот так. Девочки, хотела вам показать еще один, ну, скажем так, комплект, который я купила, сейчас примеряю все еще с бирками, но я даже особо это, конечно, чуть-чуть отпарила, чтобы вам показать на камере, на камеру это все отснять. В общем, вот такие вот брюки палаццо, которые я взяла даже чуть больше размером специально, потому что мне хотелось, чтобы они были прям широкие, при широкие, по сути, они вот такого вообще спортивного плана на резиночке, но мне они понравились, они вот, ну, я думаю, что, в принципе, под небольшой каблучок я обою, и они не будут слишком, ну, как-то прям по полу, если небольшой каблучок, сзади мне, в принципе, тоже нравится, как они смотрятся, и вот такая вот простая маечка, то есть брюки серого цвета, ну, такой прям красивый серый цвет, это и вот такая вот маечка-футболочка, даже не знаю, как ее назвать, а светло-светло, она серая, с такими какими-то немножечко прожилочками, это Василек, это я все брала на Яндекс.Маркете, я оставлю вам ссылочки, брюки абсолютно были недорогие, у меня даже была мысль, если честно, их вернуть и перезаказать, потому что они стали дешевле, притом так значительно, и напишите, как вам, но я думаю, что скорее всего, я вот этот вариант оставлю, потому что я так могу и в тот же суд пойти, и просто на прогулку, и такой довольно-таки, на мой взгляд, универсальный и расслабленный лук для жаркого, как у нас сейчас лето, брюки прям, ну, очень-очень, они легенькие, и главное, что они особо, я так понимаю, не мнутся, и, кстати, вот маечка меня удивила, по качеству, у меня никогда ничего не было от любимого Василька, хотя блогеры постоянно рекламируют, но я ничего не брала, в общем, жду ваши комментарии. Сегодня суббота, у меня сегодня муж выходной, но он не захотел со мной выйти, в обед, говорит, там дышать нечем, тут правда дышать нечем, людей в городе мало, я так думаю, нормальные люди, в отличие от меня, сидят дома, по пешеходу, и никогда не знаешь, переедут сейчас с тебя, или остановятся, но я всегда останавливаюсь сама, и смотрю, пока глазами с водителем не встречусь, и не вижу, что он точно остановился, я не перехожу, у него нафиг, блин, ой, девочки, я сама уже пожалела, если честно, что я вышла, при том, что я сейчас буду пить горячий кофе, я всегда пью горячий кофе, я не могу, сейчас я пью снова кофе, но лето закончится, и я перед дома так и не пью, в кофеине, один раз день, и обязательно пью горячий кофе, лето закончится, и я перестану это делать, опять не буду пить, девочки, пришла домой готовить обед, иногда хочется просто жареные картошечки, обычных сосисочек, кстати, безумно вкусные, я вот эти люблю, ну, простите, пусто я так показываю, инди лайт, из стопроцентного мяса индейки, обалденно вкусные сосиски, ну, картошку я, наверное, есть не буду, может быть, совсем немножечко, салатик накрощила, у меня муж не любит перец, поэтому просто огурцы, помидоры, редиска, чуть-чуть итальянских трав, соль, маслица, и просто вкуснятина, ой, девочки, все пишут, что жара невероятная, у нас тоже, жара просто кошмар, ух ты, я стою с меня, вода течет, я думаю, что этот влог, я, наверное, сегодня у нас суббота, я все-таки его закончу, материала много, смонтирую, чтобы вам было, что посмотреть в субботу, воскресенье, ну, вам-то наверняка и так, есть, что посмотреть, я имею в виду, у меня, я смонтирую, выложу и начну снимать новый влог, всем спасибо за просмотр, не забывайте, пожалуйста, заходить в мой телеграм-канал, и увидимся скоро, пока-пока,